Всем большой привет! Вот и наступил у нас сезон слив. Именно поэтому сегодня мы сделаем пирог со сливами. Моем ручки и поехали! Для начала я подготовила форму. Она у меня диаметром 24 см. И сливы. Я их промыла. У меня получилось около 40 штук. Дно формы я застелила пергаментной бумагой и смазала растительным маслом. Обязательно смазываем бортики. Очищаем сливы от косточки. Я делаю продольный разрез вдоль всей сливы. Немножко проворачиваю. И так легко можно отделить косточку. Так поступаем со всеми сливами. Выкладываем их срезом вверх. Вот так красиво это все выглядит. Мне уже нравится такое сочетание цветов. Желтый, красный. Далее подготовим тесто. В миску убиваю 3 больших яйца и добавляю к ним 100 г сахара. Это примерно полстакана. Взбиваем до пышной белой пены. Далее добавляю туда 100 г растительного масла без запаха. Это примерно 3 четвертых стакана. И уже перемешиваю просто лопаткой. Сильно можно не вымешивать. Следующим шагом идет мука. Я обязательно ее просеиваю, так как изделия из просеянной муки получаются более воздушными. У меня вышло 2 стакана муки. Это примерно 210 г. Вмешиваю постепенно. А в последний стакан добавляю 1,5 ч.л. либо полстоловой ложки разрыхлителя. И все перемешиваем до однородного состояния. Перемешивать нужно аккуратно, круговыми движениями сверху вниз. Сливы я немножко присыплю крахмалом. Если нет крахмала, то можно присыпать обычной мукой. Таким образом сок от слив не даст размокнуть тесту. Немножко присыплю корицей. Буквально пол чайной ложечки. Мне очень нравится запах и привкус корицы. И всю эту красоту нам нужно теперь залить тестом. Хочу заметить, что тесто получается густое. Поэтому такое тесто очень удобно выливать вот такими вот широкими лентами. Оно таким образом само распределяется по сливам. А когда уже все тесто будет в форме, вы просто лопаточкой немножко поможете ему распределиться. Немножко постучим о стол. Тесто займет свое место. И ставим в разогретую духовку на 190 градусов примерно 50 минут. Тесто можно проверить деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, то тесто готово. Я перенесла тесто на решетку. Так оно быстрее остынет. Немножечко отделю ножиком края от бортиков. И снимаем форму. Можно дать постоять пирогу остыть. А можно сделать так, как я. Сразу надеть тарелочку и перевернуть пирог вверх дном. Снимаем донышко. И получаем красивый пирог. Он уже очень красиво выглядит. Но, конечно, какой же пирог без сахарной пудры. Немножко присыпаем сахарной пудрой. Да, и еще один важный момент. Я забыла совсем сказать, что изначально сливы можно посыпать сахаром. Если у вас сорт кислый. У меня же сорт сладких слив. Поэтому я не сыпала сахар на них. Да и к тому же мне очень нравится, когда присутствует кислинка. Ну, а теперь очень волнительный момент. Как он будет выглядеть в разрезе. И будет ли он вкусный. Но то, что он будет вкусный, я не сомневаюсь. Всегда делаю по этому рецепту тесто для пирога. В нем все сбалансировано. Итак, вот такой вот пористый, воздушный. Он получился красивым не только снаружи, но и внутри. А также очень вкусный. Ну, а с вами была Александра. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok